Всем привет! Меня зовут Макс Брэнд. Всем привет, меня зовут Никита Петряев. И сегодня у нас 5 самых необычных напитков со всего мира. Это из Европы, это из Саудовской Аравии, это из Америки, это из... откуда? Из... Аравии. Тоже оттуда. Ага, из Азербайджанского Эмиратов. И это, ребятушки, тоже оттуда, из, так сказать, Азии, из Аравийского полуострова. С чего начнем? Давай с того, что не надо разводить как-то. Я видел много подобных штук с Марсом, с Мэндэмсом, с Баунти. Хочется попробовать, и надеюсь, это не разочарует. И сегодня у нас Твикс просто... Ну, пахнет Твиксом, скажи, Твикс. Как холодное какао с карамелью. Ну, отличается вкус от самого Твикса. Ну, потому что Твикс это насыщенный шоколадно-карамельный печеньковый вкус. Здесь же это просто все... Ну, очень-очень сладко. Прям настолько притерно, что... Очень, конечно, разбавленной водой, но неплохо, кстати. Вот. Я думал, что будет хуже, потому что обычно вот такие штуки чисто маркетинговые. Не скажу, что за 300 рублей я бы это каждый раз покупал, потому что это дорого. Но, в принципе, на праздничек попробовать, ну, можно. Или удивить друзей ваших и так далее. Ну, 300 рублей за 350 миллилитров. Подарить на 8 марта, потому что вам подарят носки, а вы такие, ха, у меня даже подарок круче. Попробуем развести горяченькое. Давай. Это у нас Липтон чай. Прямо написано в транскрипции. Чай. Латте три в одном. Карамель, tea, визмилк и шуга. У нас есть стакан пот-вотера. Да. Я, на самом деле, никогда не видел, чтобы чай разводили. Ну, вот и я не видел. Ну, слушай, это на кофе похоже. Ну, сейчас все есть. Все есть, Никит, не переживай. Мой канал, все подготовлено. Давай. Это, ох, смотри. Как будто молоко с раздумом смешали. Да, как на моих каналчиках. Ну, кстати, как какао. Да, реально прям как кофе. Почему это чай? Ну, а слушай, чай с молоком и с сахаром, в принципе, он... Ну, ты понюхай. Реально карамельное какао. Да, вообще чисто. Что здесь от чая, мы не знаем. Прикинь, сейчас, Никит, пробуем, не будет вкус чая. Гринфилд. Да, какой-нибудь. Липтон, это Липтон, кстати. Почему Гринфилд у меня в голове? Так. Слушай, неплохо. Нет неприятного вкуса, а это уже хорошо. Сладенько, в меру. Ну, реально греча шоколада очень похожа. Прямо... Не скажу, что это чай. То есть, почему это чай, не очень понятно. Мне просто неправильно перевели. Да, вряд ли. А куда беден, или кто там... Вряд ли. Я в России такого не пробовал, но если вы пробовали, пишите потом в комментариях. Сколько он стоит, Максим? На самом деле, там дешман, ну, типа рублей 10-15. А, ну, тогда вообще идеально. То есть, это хорошо. Это как и, в принципе, вкус питательный. То есть, ты можешь этим перекусить. Потому что это не обычный чай, а это с карамелью, с сахаром и с молоком. То есть, это, в принципе, можно... Тем более, за 10-15 рублей у нас на скафе 3 в 1, я думаю, столько же стоит вот такой пакетик. Давай, что? Давай к середине взбодримся. Это Green Edition Red Bull с лаймом. То есть, есть обычный, есть там с клюковкой, есть экзотический. Такого я не пробовал. И у нас я такого не видел. Ох, прям вот... О, похоже на Bubble Gum. Или что-то такое наживательное. Bubble Gum с лимоном. То есть... Вкус такой, то есть не запах. А почему запах жвачки? Четенько. Тут даже вкусы от булла не чувствуется. Что-то мне напоминает. Какой-то Lyman Fresh или... Да-да, вот Lyman Fresh, но не обычный зеленый, а вот какой-то с белой, по-моему, такой, с серебристой упаковкой. Не, ну, клево-клево. Я думаю, это они чисто выпустили для своей стороны такую ограниченную версию. Угу. Серию, точнее. Ну, слушай, да. Не, прям тоже лайк. Это необычно. То есть, я, к сожалению, конечно, не могу каждому это отправить на пробу, потому что это реально стоит того, чтобы попробовать. Это необычный Red Bull. И это не то, что у нас продается. Если вы такой найдете... Обязательно купить. Если вам есть 18 лет, потому что это все-таки, знаете, не очень полезно. Так, фанта со вкусом арбуза? Fruit Punch, то есть фруктовый удар. А, арбуз и клубника. Арбуз, да. И, мне кажется, это даже, может быть, земляника. Фруктовый панч, вкус соды с другими натуральными вкусами, как написано. This is all the natural flavor. Ох, это все-таки клубника, когда вот она перемолотая. Прям четкий запах клубники. Знаете, вот свежая клубника, вы ее перемололи. И из блендера открыли крышку, и вот этот запах пошел вот чисто то же самое. То есть, запах внутренности мякоти клубники. А вкус? Это, значит, обволокло как-то, все, я опешил. Почему-то он... Как это объяснить? Короче, он, вроде ты делаешь глоток, а он в клубку так, по всей полости так, меняется. То ли тягучесть какая-то другая, то ли еще что-то. То есть, это как-то... Это как-то странно. Нет, серьезно? Я серьезно тебе говорю. Сейчас, подожди. Другая плотность. Он, хоп, по всей полости рта сразу распространяется. Как ты делаешь глоток милипидированный, реально. Это какая-то дичь. Я серьезно тебе говорю. Я понимаю. Попробуй, пожалуйста. Я бы вот настолько, как вы, я бы не сказала. Ну, честно. Разглючит. Может, у вас после рептонуса... Все, все. Даже же... Сейчас. Нету ничего. Разглючит. Нет, ну, может, это после рептбулы у вас какие-то остаточные... Ну, такого ощущения в этих всех напитках не было. Ни в каких напитках в мире, кроме киселя, у меня не было. Потому что он, когда касается до верхней губы, он как-то... Потом уходит. Короче, необычное свойство, которое мы не ожидали. Нет, нас может глючить, но у нас вдвоем вряд ли. Это странно, да, было бы. При том, что мы по три глотка сделали. Да, и каждый глоток обладает этим способом. Куда ты все застаешь? Последний на сегодня странный напиток – это молоко. Молоко просто что? Просто квашено. Удивил. Вот так вот. Ты пробовал когда-нибудь такое молоко? Нет. Так давай нюхать. Я думаю, что никто это молоко не пробовал. Пахнет молоком. Знаешь, что в особенности? В этих вот небольших трубочках возьми, возьми, а мне идет красненькое со вкусом клубники. А у меня что? Это шоколад. То есть через эти ситечки они будут проходить, пропитываться и... Ребятушки, внутри гранулы со вкусом шоколада и со вкусом клубники. Мы опускаем это в молоко и пьем. Давай-ка тебе... Чего они у тебя... Их меньше стало? Для эксперимента. Ну... Еще одно. Это мне, это тебе меняемся. А куда ты делаешь? Не знаю. О, у тебя, кстати, больше чувствуется клубник, чем шоколад. Да, прям клубника чувствуется. Знаешь, какой есть лайфхак? Не, ну ладно. Только если сделать вот так вот, то вкус прям чувствуется хорошо. Без дутья очень слабый оттенок. То есть я разочарованный. Я думал, что прямо молоко, оно... Оно окрасится. Нотки появятся. Шоколады и клубники. Но как-то вот... Клубника куда-то реально испаряется. Смотри. Может, расставил уже. А, кстати, шоколады тоже. Не, ну реально, этот лайфхак клевый. Сразу скажу минус. То есть это сложнее пить. То есть ты больше усилий прикладываешь, чтобы это все сделать. На самом деле, я думаю, что легче отрезать, высыпать, размешать и уже пить молоко со вкусом, нормально, без каких-то телодвижений лишних. Ну, как вариант, но... Это все равно... Это необычно, как и все в этом выпуске. Что мы ставим этим палочкам? По скольки балльной системе? По любой. Ну, по пяти балльной, три. Ну, три, да, потому что эта задумка классная, но... Реализация такая. Реализация, да, так себе. Три-четыре. Друзья, отличные новости. На канале Никиты прямо сейчас по ссылке в описании есть ролик, где мы пробуем новый спрайт со вкусом. Каким? Огурца, ребят, спрайт с огурцом. Со вкусом огурца. Да, то есть Никита нашел, выискал и купил для нас, для дегустации, и я к нему пришел на канал, чтобы оценить, вкусно это, стоит денег или нет. Ссылка в описании прямо на ролик с Никитой и со мной есть. Здесь мое прошлое видео, здесь подписка на мой канал, здесь видео на лайфе. Ставьте лайки. Макс Франк, и теперь всем пока.